Раз ты видишь заставку, мой маленький друг, значит как минимум ты попал на правильный канал по Скайвинду. Здесь тебе не будут компостировать мозги, что у нас нету даты выхода, что мы еще все в разработке. Почти каждый квартал за последний год у меня выходили обновления. Так что, тут все честно. Смотри ссылку в описании, где скачать нашу версию Скайвинда. Вообще какая-то тупая затея была, наверное, все дело записывать. Но я все же хочу. Давненько я не общался с вами. Пускай в таком хотя бы формате, не в прямом эфире. Надеюсь, у всех хорошо прошли новогодние праздники. Вот, а я тут с диалоговой системой. Все кручусь доверчусь. 87 золота. Что на эти деньги можно купить? Хрен знает. Да, мой маленький друг, раз ты видишь эти 12 фпс, знай, что это у меня видеокарточка сгорела. И бедному разработчику приходится сидеть на очень-очень старенькой видеокарточке, которая у него как запасная. Мне нужны были только деньги с этого толпы сейчас. Сейчас. Хочу сгонить на Саутстрим и обчистить там Курган Фьюл. Или как-то он там называется. Специальное путешествие только для вас. Сцены такие низкие. А вот почему, интересно, подкуп у меня прямо тут. Ну ладно, чёрт с ним. Разберёмся. Куда бы я хотел отправиться. По качеству всё равно. Что это такое? Что это такое? Это у меня тестовые загрузочные экраны, друзья мои. Это статуя Вивика. Только у неё неправильно камера поставлена. На эту статую надо ставить на большое расстояние камеру. Ну, уже хорошо то, что оно сработало. Уходи. Уходи с моего видоса. Я привык, что это стримы. Но если тебе не нравится, уходи отсюда. Нечего, нечего меня подносить в комментариях. Я знаю, у меня отвратительный голос. С этим я ничего не могу сделать. По-моему, в этом доме живёт некая личность, может быть даже это как раз и есть тот мэр этого города Сурана. Надо его сейчас очень быстренько поймать. И купить у него отмычки. А это что за отмычки? Интересно. Первый раз, что-то вижу, чтобы они были такими. Ладно, мне нужны обычные отмычки. Чуть не вывалился. Кстати сказать, вот это странно. Вот эти двери я все ремонтировал. В общей сложности ей надо купить, наверное, будет отмычек хотя бы 20. 10 я уже купил, соответственно, ну и ещё 20. То есть не ещё 20, а вообще. Мы играем джойстика, поэтому тут никак не перемотать по-быстрому, так сказать, как с мышки. Хотя, если зажать вот эту вот ползущую стрелочку мышкой, то можно её быстро перематывать. Но это если мышкой хватать. Что ты делаешь? Убирайся. Так, ещё на подажу. Отмычка 10. Вот. Вот это вот что-то я не до конца понял. У него, видимо, тут какие-то другие двери. У меня так-то все двери эти починены. Вот видите, ещё нашёл один багулин с дверями. Значит, то, наверное, купим ещё последний десяточку отмычек. И побежим, сломя голову на салтстейм. Грабить курган. Как же он? Ну, в общем, курган там есть один на островке, примыкающем к самому салтстейму. Там единственная засада, это взломать мастерский замок. Поэтому нужно побольше трав. И можно сразу же оттуда, наверное, десятку вынести золота. Так, а вот две вот эти вот я их... Что ты делаешь? Убер! Так, вот видите, он не успевает хватить. Ну, в смысле, договорить. Так, это всё. Больше не будем покупать отмычек. Посмотрим сейчас, что это за дверь. За такая. Интересная, сломанная она. Вот и всё. Видимо, у него в доме какие-то, ну, необыкновенные двери. Уникальные. Так, ну чего. Итого мне нужен будет в холл, потом дальше отсюда, вот на этот вот островок. Карта по-прежнему тут сломана. Видите, у нас уже тут сил страйдеры поют. Суран вообще не тормозит. Это... Это у меня. 12 фпс в открытом мире, везде, вообще неважно где. Сколько у меня вообще ещё денег? Одиннадцатый. Ну, значит, я, скорее всего, доеду. А может быть и нет. Кстати, между прочим, это я не подумал об этом. Специальное путешествие только для вас. Цены? Такие низкие. Хочешь увидеть достопримечательности? Куда мне тебя отвезти? Куда, куда, куда? Ну... Разумеется... Балмару. Конечно, буду рад помочь тебе. Буду рад, да, помочь тебе. Весь вообще муравин был переведён, ну, то есть почти весь. Как будто мы играем только мужским персонажем. То есть, даже некоторые NPC-шки, несмотря на то, что они женские, они говорят, я увидел или там я услышал чего-то. Так, 68. Зачем идти пешком? Альдерон 19. Блин, придётся побежаться по местным, так скажем. Ах, этих-то нету, надо в ящичках посмотреть. А, пусто, ага, сейчас вот тут вот и наберём. Упс. Так, тут готово. Видите, какие у нас зельки все прикольные. Возьми, ну конечно же. Вот ещё, скорее всего, на это обновление, на Joob the Sand, я ещё и камни-душ поставлю с радугой. Вот такой есть мод для Скайма, он меняет камни-душ, а не... Ещё на себе меч-огня. То есть, ну не вот эта вот пидра с Неофалой Метазара, скорее, а не камень-душ, а вот такой, знаете ли. То есть, как обыкновенные, скорее, камни-душ, только они более такие радужные, что ли, цветастые. Сколько можно доставать? Для вас мы организуем специальный... Вы, наверное, уже заметили, да, вот это вот, то, что диалогов... Что-то странное с диалогами творится. Да, так и есть, друзья, с диалогами. Я работаю сейчас как чёрт. Не, Вальдерун, пожалуйста. Грррррррррррррррррррррус Всё, вот render поют. Рррррррррррррррррррррррррр. Так, это где это я? Это, друзья, то, что называется, Называется Альдоун. Нифига себе, он даже спит. Обалдеть, слушайте, я никогда не думал, что он будет вообще пользоваться вот этим своим спальным мешком, хотя я для него ему тут постелил его. Ну вот видите, он всё же пользуется, это погонщик. А когда не спит, он сидит тут вот на ящичке. Так, ну чего тут разлёгся? Да, нам нужна длинная поиска прямо в ху. Ручок готов. Не думал, что если страйды могут быть на столе. Только назойливыми. Давайте хоть музыку включу какую-нибудь. Ну, в смысле не какую-нибудь, а игровую. Это мы в хули, да? Сколько у нас денег? 68. Значит, хватит. В чём дело? Драконы. Так, а... Нет времени на разговор. Вот у нас, кстати, тут двое вот сверх путешествия. Слишком холодно для меня. Дай мне подготовить лодку. Интересно, какого хрена тут включаются заставки? Ненавистный. Ненавистный. Греющийся на солнце. Вы видели, как Юнкора тут отсмачивает? Когда... Ну, когда говорит своя фраза. Так, а мне-то надо... Знаете, куда? Вот куда-то сюда. Это вообще довольно-таки далеко. Игра, разумеется, может вылететь. Так, и тут ещё непонятно, каким образом лучше всего бежать оттуда. У меня вообще какая-то херня случилась с... Вот с AltStame. Ну, то есть, она, видимо, случилась-то давно, но заметил я это абсолютно недавно. То есть, вы можете видеть, то есть, что вот в этом вот курганчике, у него тут всё в порядке. То есть, он стоит, он находится даже ниже уровня моря. Тут вырезаны клеточки с морем. Вот. А дальше, то есть, ну, не дальше, а вот здесь вот, вот в этой вороньей скале, там, видимо... Видимо, я при слиянии забыл что-то слить какой-то файл. И он сейчас потерян, поэтому придётся переделывать всё. Там крабль где-то хрен знает вообще в земле тащит. Ну, то есть, такие баги, знаете ли, не слитого, не слитого этого файла, не смерженного. Так, вот этот вот красный, знаете что, а тут, тут ведь что-то должно быть. Что-то тут было такое особенное. Не знаю правда, что именно. Я давненько уже, я, ну, то есть, когда я занимался салстеймом, то было хрен знает когда. У меня есть, кстати, меч. Так что, если чего-то, свалков-то мы прорубаем. Кстати, сюда можно, значит, часы покачаться, попрокачиваться. Сюда можно навидываться. У меня, видимо, знак отронаха. Помните, тут есть один такой, и один, как бы, сундучок, был в Мравинде, который был заляпан этими, чем-то, муском, типа замаскирован. Вот этот сундучок, он тут. Ну, как бы, маскировка-то такая себе, но я подумал, что прикольно. Нет, на него я точно не буду тратить никакие отмычки. У меня есть поинтереснее клад. Тут все высоты, вот эти вот все, все высоты тут, они из Драгонборна, друзья мои. Даже вот этот малюсенький остров, на который мы сейчас с вами бежим, он тоже из Драгонборна. Только не вылетай, Мария, у тебя. Тут столько этих гадских хейклингов. Особенно вот на этом побережье. Видите, деревца, но я его тут слишком сильно усадил в землю. На самом деле оно так не должно быть сильно усажено в землю. А, тут никак. Да. А, нет, смотрите-ка, на эти льдины можно забираться без проблем. Кстати, вот мостик ведет и куда. То есть, ну, никакой тропинки, ничего такого. Неужели по скалам прыгать? Да нет. Эйклинги, видимо, вот так вот прыгают. По льдинкам. Ой, нифига себе. Как же так случилось-то? Блин. И вот это вот тоже. Почему же так земля-то тут просела? Фиг ее знает. Вот это мне неведомо. Я вроде бы выравнивал все. Ну, возможно, не сшиты файлы какие-то. Тоже были забытые в попахах. Курган. 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 Гилден. Ху. Ну, что ж, давайте тогда ломать будем. Тут вы увидите замкомастер. Странно, что у меня... Уровень взлома не растет при сломанных отмычках. Возможно, у меня... Это в ESM Skywind. А где стоит такое ограничение, чтобы не прокачивалось взлом от сломанных отмычек. Я, помните, такое ставил, но не помню, убрал я это или нет. Шесть отмычек всего лишь потребовалось мне. Вообще, если честно, друзья мои, была бы моя воля, да, я бы, конечно... Хотя моя воля-то есть, тут можно всё что угодно сделать с этим модом. О чём я, собственно говоря, хотел сказать-то по поводу воли-то. Что-то я... Короче, забыл, ладно, хрен бы ты с ним. Возможно, на выходе... На выходе я отсюда, возможно, вспомнил, что я хотел сказать. А по качеству мне нужно просто золото. Меч схватил. Кстати, когда я вот делал... Когда я устанавливал монетки сюда... Вот эти вот кучки комбинировал. Я же тогда ещё скриптоса не умел писать. Вот, поэтому тут даже... Маленькая монета... Ну, то есть, маленькие кучки с монетками, вот... Они дают везде одинаковые практически золото. Вот видите, то есть, что большие монетки... То есть, что большие кучи, что маленькие монетки. Я это дело отправлю. Там нужно скрипт переделать немножко. Чтобы они давали точное количество. Потому что есть кучки... Ну, стопочки зол, скажем, по 20 монеток. Ну, по 20 нету, есть, по-моему, по 21. Так они дают тоже тут при... Когда их понимаешь, они дают то же самое. То есть, тоже 98. Вот так вот тут монеток. Так, всё собрали. Это, друзья мои, наверное, единственное место, где... Можно затариться с сокровищными пиратами на десятку. На десятьк. Ага. Ну, вот как-то так мы и выглядим. А, я вспомнил, я вспомнил, вспомнил, вспомнил. Что я хотел сказать по поводу... Была бы моя воля, когда я заходил сюда. Тут же есть второй световой меч. Остаётся вопрос только, где он находится. Он находится где-то... Вот если бы это был ландшафт Муравинский, тогда бы я приблизительно бы вспомнил, где тут эта пещера со вторым... световым мечом. Синим, по-моему. Ну, окей. Давайте, раз уж мы тут, раз уж мы на Салтстейме, давайте мы его попробуем тут отыскать. Пещера называется Бьёрн. Она должна быть, по идее, где-то вот... Ну, короче, в этих гор. В этих гор. А поскольку тут ландшафт, ну, то есть высоты гор, они... Ну, не Муравинские, а Драгонборновские, скорее. Вот видите, опять какая-то хуйня тут с этой скалой. Я понимаю, вроде бы я всё ставил на своё место. Почему-то некоторые вылезли. Но это только на Салтстейме, друзья мои. Кстати, у этих иклингов... Нет, не щита у них. Есть офигенский... Ну, много их, много их тут очень. Щит иклинга, блин, обыкновенный. Ну, кстати, не совсем обыкновенный. Что-то вот именно... Чтобы именно таким был... Щит... Что-то я не припомню, чтобы он был именно таким. Давайте-ка мы его возьмём и там Седонии посмотрим да сравним. Вообще у иклингов есть их прикольный ножик. Вот такой тесак, типа. Вот он, клинок иклингов. Очень офигенский смотрится. Он... Он... Он нам... К нам пришёл прямо непосредственно из Мэровинда. Охренеть. Так что вот это мы тоже возьмём. И иклинга вот этого мы тоже убьём. Так, окей. Тут у нас палки-ветки торчат. Да, конечно. А вот это у нас камень зверя. Он вот тут находится. Вот эти, кстати, дома, они так и были. Это я помню, я их в таком положении как раз и оставлял. Они тут просто понатыканы, чтобы просто были. Так, нам надо куда-то... Куда-то туда пока что-то. Сейчас тут будет озеро Фьелдинг. И Тирск. Это всё из Драгонборна было сюда перенесено. Кое-как. Разумеется, тогда я вообще не умел работать ни с чем. Ну, в смысле, с редактором. Поэтому, ну, как получилось, так и получилось. На всём Солдстыме около 8000 элементов всяких разных деревьев там всяких. То есть, ну, вы представляете, да, если бы я каждый перетыкивал куда надо, мне бы заняло это не два месяца, как в нашем случае, а у меня бы это заняло чуть-чуть подольше бы. Кстати, вот тут вот статую, её по идее надо было убрать. Она тут нахрен не нужна эта статуя Драконов. Я её, кстати, тоже поставил, видите, и забыл про неё. Совершенно забыл про неё. Она даже без коллюзий. Просто тут нужен был какой-то маячок. А вообще в неё, видите, входите, у неё нет никаких коллюзий. Потому что эта статуя взята из загрузочного экрана. Так, где же эта чёртовая пещера? По компасу, конечно, по Скоримовскому, по вот этому ориентироваться. Удовольствие такое себе. Если самостоятельно не помнишь, где что находится, то вряд ли что-нибудь найдёшь. Пещера называется Бьёрн. Ну вот я не помню. Может быть это вот эта пещера? А может быть и нет. Пока не имею вот эту вот херовину. Это дверь. Так. Фьель. Фьель. А вот нифига, мне нужен не фьель, мне нужен Бьёрн. Вот. Там как раз лежит ещё один световой меч. Вот эти вот камни, как вы могли догадаться, это муравинская система. Муравинские модельки. Что-то тут нет никакого входа, да? Нет, какой-то вход есть. Эдарт. Нет, тоже не то. Вот где именно Бьёрн? По-моему, я вообще куда-то не туда двигаюсь, да? В этом новом практически невозможно сориентироваться. Тем более уж по карте. Но с Олдстрим третьей эры, друзья мои, всё равно он офигенски вдохновляет. Потому что вот по такому, по такой местности вы точно никогда не бегали. А, всё, я вспомнил, о чём я. Вот, знаете, что мне ещё тисует? Вот как сделан вот этот вот пробел офигенный. Правило. Тут такой пробел между этими строчками. Ладно, окей. Сейчас найдём Курган Бьёрн. Я надеюсь, что найдём. Хотя вот что мы сделаем. Мы сейчас сохраним. ТММ-1. Сейчас я просто посмотрю, где он по карте находится. Ага. То есть это наверх нам нужно. Сейчас выходили бы тут часов пени на пять-шесть. Пока я... Пока до меня бы не дошло это... Куда идти? Смотрите. Вот тут вот где-то... Скурган. Ночью я не люблю бегать. Да и вам, наверное, будет сейчас не по кайфу ночью это всё дело смотреть. Так. Вот туда мне нужно именно в горы куда-то наверх, наверх, наверх. Сама идея переделать Салдстейм из Муравинский в Драгонбурновский, то есть высоты изменить у Земли, родилась на самом деле не случайно. Она родилась, наверное, после двух месяцев починки того старого Салдстейма. В старый Салдстейм я вылезал почти до блеска. Но, блин, когда по нему я стал бегать, я начал понимать то, что те высоты, которые там, это... Это вообще ни о чём. Просто ни о чём. Лепёшка голая. Земля. Я же там эту деревню скалов вылезал, просто каждый домик облюбовал. Короче говоря, я нахрен... Ай, отстань. И тогда я решил взять из Драгонбурна. Разумеется, на то, чтобы вылизывать Драгонбурна уже не осталось никаких сил. Потому что это всё дело было потрачено. Вот это, если кто не знает, это место на Салдстейме, где стоит храм Мирака. Так, куда мы идём-то? Мы идём туда куда-то. Так вот, а то, что я хотел сказать по поводу того, что была бы моя воля, и она как бы есть, но... Но это так сложно, друзья мои, так сложно, вы даже себе не представляете, насколько это сложно вырезать полностью Салдстейм из этого мира. Вот, что я бы хотел на самом деле сделать. Но идейка такая есть. То есть, вырезать, чтобы он был в отдельном мире. Не вместе на одной карте с Мороином, а чтобы на него отсадишься в хул, и он загружает тебе абсолютно новую локацию. Вот. Я, конечно, над этим думаю. Но пока дальше думок дел не доходит. Так. Чего тут? Вот. Ой, какая же у нас курган Бион. Осталось только войти в него как-нибудь. Вот. Я просто помню это место, потому что я сюда, эту отсылку к Звездным войнам я всё же сделал. Вы себе даже не представляете, как сложно этими скелетами, как у них сложно там всё это дело устроено. Их же нельзя так просто взять. Они все по запчастям. То есть, руки, ноги, черепа у них всё это по отдельности. Вот. Магическая сабля. Тут есть вторая. И она, по-моему, у нас синяя должна быть. Да. Высоко сусоригалая она зелёная, а тут синяя. Ну давайте уж поубиваем, раз мы сюда зашли волков. Так что в бочках нас, наверное, будет провизия вот эта вот не интересует. А вот сундучки. Сундучки, между прочим. Между прочим, сундучки-то у нас, насколько вы видите, это не совсем скримские, это статик-машин-пробмент модельки. Они более такие прикольненькие. Вот так вот раньше видели в компьютерных играх пещеры. Просто такая вот кишка, по которой вы бежите. А вот этот вот скелет, он, между прочим, этот скелет уже не уже, а ещё муравинский. То есть он целиковый, у него тут нет такого понятия, как отдельный череп, там, руки-ноги. Вот зельки, видите, новые бутылочки, всё прикольно. Движья кераса. Ай, нафиг, тут вряд ли есть модели. Бум-бум. Ах, ещё сейчас глянем что-то в этих бочках. Всё-таки отпирания андузи, которые, скорее всего, не работают. Ну и вот туда тоже можно забраться, позвить, что тут. Тут стоит, на пещере стоит автовход, чтобы вы понимали. Так, ничего. Тут всё у нас готово. Всё, мы всё собрали. Теперь отправляемся. Быстрым перемещением, разумеется, сейчас полетим без всяких там лакуртасов. Но у нас ближайшая точка это... Нет, я даже льду не открыл, идиот. Седонин тогда? Блин. А, вот оно что в баги рядом. Окей. Разбойник. И это всё разбойники. Так, отправляемся, наконец, в Седонин. Теперь у нас будет много очень денег, чтобы можно было перемещаться. По силу, ну, на силу страйдера куда-нибудь. Так. 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 Это силу страйдера один. Вот как было в Даганбурне. Это ещё было терепимо. Но тут, друзья мои, этих сил страйдеров просто, не знаю, по-моему, 14 штук. Или около того. Ну, не 20 их. Не 20 их. Около 14 штук в каждых больших городах. Вот. И все они почти поют. Это немножечко сводит с ума. Я бы так это назвал. Так. Так. Начнём. Начнём с Сурана. Специальное путешествие только для вас. Сцены? Такие листья. Да? Пожалуйста, садись. Это вот такой небольшой лайфхак относительно того, как... можно быстро и безболезненно на первом уровне набрать 10к. Просто вот так на изи. Надо это место знать. Так. Окей. Разговор окончен. Так. Нет-нет-нет. Никаких разговоров окончен. Во-первых, перемотаем на... на нолик. Сохранимся. И давайте тестировать то, что я сейчас чиню в игре. В принципе. Специальное путешествие только для вас. Цены? Такие низкие. Так. А вот дальше. Тут вот. Подкуп он немножечко съехал. Он должен быть в другом меню. Там он... в общем, должен он будет где-то в этих мирах появляться. Ну ладно-то. Потом мы разберемся. Кстати. Ну-ка, ну-ка. Да, вот он должен по идее отключаться. В общем, вот так вот разворачивается меню со всеми диалогами моровинскими. И вот я сейчас переделываю рандомайзер на срабатывание. Вот. Ну вот сейчас, конкретно, в данный момент это маленький секрет Варватова. Так. У меня сработал диалог номер шесть. Здесь в Моринде мы и слышать не желаем о вампирах. Мы знаем, что далеко на западе гильдия магов помогает им прятаться. Гильдия магов по руну некромантов, и это нам не по душе. Когда мы ловим вампира в Моринде, мы привязываем его к столбу и поджаиваем. Вот. Теперь, а теперь как бы само волшебство. Вот то, что вот я сделал. Андомайзер. Включаем. И снова. То есть, снова срабатывает именно шестой диалог. То есть, ну вот, в нашем случае вот этот вот про вампиров. Вы спросите меня, так как же у тебя это получилось? Я постоянно нажимаю на вот этот маленький секрет, и он всегда разный. То есть, я их всех могу прослушать. А вот видите, я на самом деле придумал, как сделать, чтобы они удерживались и не сразу же все выдавались. Видите, срабатывает шестой диалог. Вот хоть ты тресни, да? Это вот у нас девчонка говорит. Отлично. Сейчас послушаем, что говорит парень. Какой он делал. Так, маленький секрет. У этого пятый диалог. Вот и вампир скрывается среди нас. Чушь. По одному взгляду на лицо можно распознать вампира. Этого не скрываешь. Конечно, носить шлем и так далее. На самом деле, все не так фигово, как вам кажется. Если вы думаете, что это я привязывал эти диалоги к полу. Нет, нифига. Они привязаны не к полу, друзья. И сейчас до вас дойдет. Еп. Еп. Так, у этого нету. А, нет. У него есть маленький секретик. Тоже пятый. Тоже пятый. Так, а вот этот торчиха интересно. Говорит ли какой-нибудь шлем? Секретик. Нет, у нее нету сейчас никакого секретика. Вы заметили, что я сказал слово сейчас? Хотите знать, когда эти диалоги сменяются? Они сменяются каждые три часа, друзья. Все элементарно. Просто. Что это? Хопа. Три часа. На, вот. Сейчас сможем посмотреть. Послушать, что будет говорить. Что будет говорить. Вот это вот лимпи-сишка. Нет, специальное путешествие только для вас. Сцены? Такие есть. Маленький секрет. Восьмой уже диалог. Говорят, в этих краях мало проблем с вампирами. По моему опыту это касается только населенных частей Вандрофилла. И вот теперь, хоть вы колы на голове чешите, но у нее будет только этот диалог тут. Скажи, маленький секрет. Говорят, в этих краях. Говорят, в этих краях. То есть, вот так вот. Я, как бы, убрал оттуда рандомайзер. И сделал, чтобы приключение происходило в зависимости от времени суток. Конечно, надо было еще додуматься. Так, где наш темный эльф? Ага, вон он там сидит. У вас здесь, где мы? Мы слушаем маленький секрет. Говорят, будто вампиры скрываются среди нас. Чушь. По одному взгляду на лицо можно распознать вампира. Седьмой диалог. У него. Так, у Арачихи, вот интересно, будут вообще включаться диалоги или нет. Потому что большинство этих маленьких секретов завязаны на данных. В этих краях мало проблем с вампирами. Восьмой диалог. Так, отлично. Это у нас еще пока 4 утра. Мы ждем теперь до 6 утра, обмотаем. И диалоги снова поменялись. Так. Блин, что-то я как-то неудачно схватил у нее. Так, есть какой-нибудь маленький секрет. Диалог номер 10. Если думаешь попадать в глуши близ Шаграта или по Малакамуру и так далее. Тебе следует знать о корпусе. Видите, повторяется именно 10. Для меня дошло, как в Маринде они срабатывают. Если там, когда входишь в диалоговую систему, то игра ставится на паузу. Поэтому, когда ты спрашиваешь у NPCшки маленький секрет, она и будет постоянно выдавать одно и то же. Потому что рандомайзер уже сработал один раз. И он так и будет все повторяться на этом. То есть нужно выходить и перезаходить в диалоговую систему. Чтобы там хоть как-то что-то обновлялось. А тут этого никак. Видите, потому что когда мы тут в диалоговой системе, то у нас игра на паузу нифига не ставится. Поэтому, когда диалог один проигрывался, рандомайзер скакал и из-за этого диалоги эти проматывались. То есть следующий автоматом включался. Вот. Поэтому с рандомайзерами тут, скорее, немножечко по-другому нужно работать. Ну, по крайней мере, не в диалоговых. Ну, то есть не в таких фразах. Можно при фразах приветствия там устанавливать диалоги. Рандомайзер. Рандомайзер. Но... Время 9. Блин, опять схватил. Не в попад. То есть каждые три часа меняется диалоговая схема по кругу. Не знаю, как это объяснить. То есть на каком-то... На какой-то четвертинке круга срабатывает у женских персонажей, на каком-то у мужских, на каком-то данмере, там, не данмере и все остальные. То есть вот так вот. Покупаю торговцев. Вот у неё теперь, сейчас, в данный момент, будет только этот. Только покупаю торговцев. Покупаю торговцев. Видите? То есть тут рандомайзер на эти диалоги с маленькими секретами, с советами, он не годится. Тут нужно эту всю механику приписывать. всю вот эту комбинацию. Покупаю торговцев. Вот у них, в данном случае, одни и те же. Я её даже специально пронумеровал, чтобы понимать, какой вообще срабатывает. Вот сейчас тут одиннадцатый, к примеру. Покупаю торговцев. Тоже одиннадцатый. Отлично. Следующий смен диалог будет после двенадцати часов. Теперь двенадцатый диалог срабатывает. Если кто-то нападёт первым и так далее. Погода тут меняется конечно дико, да? Прямо в этом углоде. Видимо тут граница. Тут двенадцатый срабатывает. То есть, понимаете, да? Как я обманул этот рандомайзер скримовский. Чтобы он раузал так, как надо мне, а не так, как надо скриму. Да? Специальное путешествие только для вас. Двенадцатый диалог. Видимо, где-то тут в натуре стоит граница. Что нафиг? Так вот прямо меняется погода офигенноски. Так, следующий смен диалог будет в пятнадцать часов. Специальное путешествие только для вас? Тринадцатый. Говори со всеми, это недорого. Задавай вопросы. Ага, граница походу прямо вот тут где-то. Где-то непосредственно прямо тут. Давай скорее Нордлинг. Давай скорее Нордлинг. Я Нордлинг. Вы со всеми, это не друг, задавая вопросы. Какие-то моменты в NPC будут отключаться, потому что они не попадают по категории в этот круг, который я условно в воображаемом своем мозгу нарисовал. То есть такой циферблат, грубо говоря, разделенный на часы от 0 до 3, от 3 до 6, от 6 до 9, от 9 до 12, от 12, соответственно уже идет второй круг, до 15, от 15 до 18, от 18 до 21 и от 21 до 23 и 98. Ну, 59 секунд по времени. Говорит со всеми? Отлично. Не знаю, как приживется ли эта система вообще. Мне вот по качеству очень нравится, как она срабатывает. Я еще пока не обходил советы, вот дай небольшой маленький совет. И сплетни тоже еще пока не обрабатывал этой всей схемой, потому что там, ага, так вот. Видите, в этот раз у нее пропал этот диалог. То есть у нее сейчас нету, на это время у нее нету никакого совета мне. Видите, как бывает, да? на это время она не хочет советы давать никакие. А вот темные эльфы, говорят, почти в любое время у них всегда есть. Вот видите, сейчас тут у нас второй. Еще раз. Что еще? Какие самые опасные места в Моровинде? Вот. Что же, возможно, создали переписленных вампиров за призначенным пределами на Красной Горе. То есть вот так вот. Еще раз нажимаем, и снова тот же самый диалог. Всегда второй. Ну, в это время. Так, теперь... Теперь упаяние темного эльфа. Здесь вампири не доставляют никаких хлопот, как на западе. У него девятый диалог сейчас срабатывает. Блин, тут враги. А вот стражник есть какие-нибудь секреты? Так, вот этот сделок довольно-таки интересный, потому что он срабатывает. Я его, по ходу, сделаю ещё пока не обработал. Я ещё не все маленькие секреты обработал, собственно говоря, сейчас я выясняю, каким мне куда нужно позапихивать в этот круг. А может быть он уже и обработан? Нет, не обработан, тут должен быть девятый идти. Тут должен быть девятый, но иногда пораскакивает. То есть девятый тут работает, здесь вампиры не доставляют таких хлопот, как... Но иногда бывает... ...проскакивает... ...другой. Вот, если у тебя трудности с убеждением, надо посмотреть будет обязательно, по какому он... ...моменту сюда вообще прилетает. И вставить его в круг, соответственно, чтобы он срабатывал чётко в круге, а не когда ему нужно. Такого-то нету. И ещё у девчонки надо тоже проверить. Тут ничего не изменилось, чужезимец. Специальное путешествие только для вас? Сцены? Такие низкие. Тут второй срабатывает. Так, ну что, это уже двадцатый... А, двадцать часов. Слушаем следующий. Тот, который после двадцати одного должен срабатывать. Четвёртый. Как распознать древнические светилища? Четвёртый. Наверное, это на самом деле глупо то, что я сделал по полному кругу, поскольку... ...ночь уже NPC-шки должны спать, а не давать совета. Но... ...тогда это ты ведь знаешь, кто эта верба. И жизнь подальше от них. То есть, на сегодняшний, на сейчасшний момент, меня интересует, пожалуй, только делок номер один, который был перешит в попыхах. И ещё до конца не понятно, в какой момент он должен срабатывать. Но я его пока сейчас тут не вижу нигде, чтобы он сработал. Приставай. Скажи мне маленький секрет. Так. Ну а сейчас должны быть они идти по кругу. Пятый. 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 И ещё какой-то один проскакивает. у стражника именно. Так. У неё нету. Пятый. Ещё сейчас последние два проверю, потому что что-то я вот не вижу, чтобы у меня сработал диалог номер один. Или я просто уже его проморгал. Пятый. Хотите чего-нибудь. Пятый. Да, куда-то у меня первый в проюбе. Первого. Почему-то я не вижу диалога. Хотя он должен срабатывать, по идее, вот сейчас вот-вот. Специальное путешествие только... А может быть и не сейчас. Ну, неважно. В общем, найдём мы этот потерявшийся диалог. Так. А пока мы отправляемся... Скорее всего, нужно в сад Мору куда-то отправиться. Потому что там тоже, судя по диалогам, было нечто. Там диалоги отличаться от них дал у жены. Хочешь увидеть достопримечательности? Куда мне тебя отпустить? А может ли она... Угу. Не может. В сады, в Мору. Ну, в принципе, из Зверика как-нибудь, я думаю, можно туда заплыть. Поищем сейчас там корабли какие-нибудь. Так. Ну, ясен пень, что это будет не этот корабль. Он вряд ли едет с этой Мору. Угу. 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 Для вас мы организуем специальные... Так. Во-первых. Первое что. Забудь пока дополнительные диалоги. Угу. Сетка. Тальба, новая. Как хотите. Да, это не тот... Мне нужно найти в Аббенграде. Протом.... ... Из Абангарда надо туда плыть. Так, а вот ты на своей крохотной лодочке, интересно, возишь в Абангард? Нет, он не туда едет, куда нужно. Вот бы еще мне вспомнить, где тут гильдия магов, чтобы переместиться из гильдии магов. Кстати, друзья мои, у меня уже есть идея того относительно, как починить двойной телепорт из гильдии в гильдию. То есть, я вам сейчас объясню, попытаюсь пока не мне объяснить эту историю. Когда вы перемещаетесь из гильдии в другую гильдию, то вы сначала попадаете непосредственно в город. Сначала вы попадаете в какой-нибудь, в какой-то город. Допустим, если из Балмарской гильдии магов. Ну, просто, к примеру, да, вот вы находитесь в Балмаре, в гильдии магов. Вы телепортируетесь в Кальдару, в Кальдаревскую гильдию магов. И что получается? Вы сначала появляетесь перед воротами. Дальше происходит такой механизм, то, что за вами следует карта. То есть, ну, маркер вашего положения, вот это вот, на карте. Вот это вот, потом вы телепортируетесь в домик, ну, в конкретную локацию, там, где эта гильдия находится. Вот. И снова экран затеняется. Кстати, вот сюда надо было этого дракона поставить, а не туда, куда я его... Вот, и уже там вас отпускает, то есть вы уже... Там уже все в порядке будет. Смотрите, мало. Не любит Телл Ваня. Всегда они пытаются обыскать мой корабль. Говорит, не любит Телл Ваня. Ну, все равно поплыли, так сказать. Зачем мы нахрен на салтстрим гоняли? Чтобы сейчас плавать тут без чит-кодов. Чтобы ничего не вылетало у нас, не дай бог. Не хочу, чтобы вылетало. Поэтому вот специально сбегал на салтстрим, набрал там 10к золота. Теперь перемещаюсь как захочу. Как захочу. Так. Тут вот этот вот человек. Он вот здесь вот, чтобы вы понимали. Для вас мы организуем специальный тур за турец. Вот тут он, этот корабельщик. Кстати, между прочим, если у него спросить направление, мой корабль, элифийский милей-правитель, может доставить вас из Садет-Мурова, то есть в этом обновлении, я не помню, как насчет предыдущего, но я точно знаю, что сейчас вот у вас с этим обновлением святой джиуб, который выйдет уже, считайте, 20-го числа, 20-го января уже. А вот корабельщики, караванщики, то есть вот эти вот все, которые вас возят, они теперь не плавают в воде. Они стоят просто где-нибудь неподалеку, где есть земля. Я их пока так вот тут отставил. Пока лучшего ничего не придумал, то есть, ну, вот так вот поставил пока. Это то же самое, что было и с Виром в хуле, вот вы, наверное, удивились, когда когда я добался до хула, и там этот код, с Вир, который я отвозил нас на салт-стейм, он стоял, ну, не прыгал там где-то по воде, там, чё-то знает, где не убегал от рыб, а он стоял вместе с второй капитаншей, корабля уже второго, он стоял именно на земле. Вот. Так, это ладно, это мы всё вроде бы рассказали. Так, где я сейчас, вот где-то тут, у Теллвани. Отлично, давайте хотя бы откроем. А, вот. У нас Теллвани обозначается как коллеги Винтерхолда. Ой, в смысле, Сады Тмурра обозначается как коллеги Винтерхолда. Почему как коллеги? Всё предельно просто. потому что это самое магическое из всех магических тут организаций и так далее. Ну, вы поняли. Так. Мне нужен... В принципе, мне, наверное, любой сойдёт. Для вас мы организуем специальный тоже за ту же цель. У него есть какой-нибудь маленький секретик? Так, тут сработают эти шагарадовские все. Несколько странно, друзья мои. возможно, я где-то не там ищу. да, ну, окей, короче, я забыл. В таком случае я забыл, я отказываюсь вспоминать, я не помню, где нужно проверять эти диалоги. блин, блин, насолодцы им. Я надеюсь, я открыл тут форт. Так, форт я не открыл, но я открыл рядом с фортом курган. А вот в режиме выживания там так не попадаешь с быстрым перемещением. Фух, слава богу, я додумался и ступеньки оставить. Так, вот туда мне сейчас нужен форт этот. Юх! Так, а в салтстриме у меня ну, то есть в этом форте у меня тут один вопрос. Это мне нужно подребываться, извините за выражение, до стражников, подспрашивать у них маленькие секреты. Охереть. Это даже не отзывается. Это тоже не отзывается. Хролл странный. Интересно знать почему. меня тоже вот интересует так окей у этих ну хотя бы с одним то мне же удавалось там поговорить правильно? Ладно помещение окей сейчас посмотрим может быть тут ну тут одни солдаты да давайте скорее не могу тут торчать целый день так диалоги приветствия есть а диалогов разговоров нет что блин одни страшненькие окей тогда бежим бежим обратно я тут вряд ли найду хотя бы одного разговора ничего что это такое я не помню тут стрелине хотя возможно это возможно это для ворот для таких вот так где-то по центру я помню был один чувачок я тут встретил одного стражника который который разговаривал найдем его в этот раз надеюсь его волки тут не сажали помните да мы же где-то видели тут чувачка вот где-то как раз у дракона или вот у этого где-то он тут стоял а вон он по-моему да вот он стоит такой одинокий непонятно какого хрена он тут стоит так сейчас вообще проверим почему вот именно он работает остальные не работают так маленький секрет а 13 делал как не совсем то что я хотел я еще определенное место на этом острове множество ледяных пещер курганов и стоящих камней здесь не дорог то есть тебе придется програться через пустынные местности чтобы куда-либо попасть чек мальчик никогда не слышала о ней воронья скла там теперь есть губа 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 Это не он командовать фортом иниевой бабочки, он из имперского легиона, как и все там остальные. Жалко, у него нет биографии, вообще не понятно, откуда он взялся. Снег, он белый и мокрый, но и что еще тебе сказать о нем? Скалы, они живут в деревне на северном побережье Солстейма, они крайне почтительно относятся к медведям и волкам этого острова. Наши цивилизации и так далее. По-моему, зимой я вспомнил еще одного человечка, у которого должен быть диалог. Ну, диалог должен быть как минимум у ящерицы, которая с кораблем тут самое главное. И вот тут вот еще один стоял чувак, прямо перед фортом. Кстати, кто это? Подойдешь еще раз и пожалеешь. Красное копье. Так, только медведи, где здесь получить услуги? В арсенале ты найдешь Зенофауст, он почнит твое оружие. Так, а что насчет секретов? Говорят, что где-то на острове спрятаны сокровищи пиратов. Оно здесь лежит уже сотню лет, а никто так и не нашел его. Вот это правильный диалог сработал. Правда, он мне никак не пронумерован. Возможно, он просто тупо срабатывает, потому что он единственный. Я кое-кого разыскиваю. Зайди в форт Редневой бабочки. Деревнюю скалов или Тирск. Я ищу определенное место. Здесь в форт Редневой бабочке мало часов есть. У нас есть Кузнец, Алтай и почти все. Окей, что тут по сплетням? Ты не слышал рассказов о летающем корабле? Наверное, слышал. Вот видите, то есть свежие сплетни, то есть со сплетнями, вот эта фигня, она не срабатывает. Потому что тут андомайзер включен. Вот я один раз нажал, и сейчас уже будет новая свежая сплетня. И следующая, еще одна новая, и еще одна новая. То есть их также нужно вырабатывать. По такому же принципу. То есть на время их заточить просто вот и все. Так, а вот тут некоторые есть проблемка. Сюда еще нужно запрыгнуть. Так, вот вы три друга. Их вообще нету диалогов. Вот у греющегося на солнце у него есть. Так. Скажи, маленький секрет говорит. Ну это да. Это про секреты. Неужели во всем вот этом форте нету ни одного человечка, у которого работает диалог. Вы меня, конечно же, убьете сейчас за повторное обыскивание. Я все же прошаюсь по острову, то есть по форту. Поищу. В принципе, форт я сам строил, так что не должен сильно в нем заблудиться. Конечно же, сказать, строил полностью. Не сказать о том еще там ничего, но кое-что я тут помню. Как я тут, блин, просто часами сидел вот в этом всем говне ковырился. Это было интересно. Так, этот не говорит. Такие очень жалко. Ничего не говорит, очень жалко. С внутренностями, разумеется, я не работал. То есть никакими были, такими и остались. Но зато тут очень корочные, назовем это дело так, очень корочные стражники, они очень корочные штуки отшучивают. Это тяжело, но зато честно. Это просто пиздец какой-то. И еще один турист. Летающая просто. Казиночка. Теперь в любое время. Так, нету с ним никакого дела у нас. Такой, слушай, только не говори мне о твоих проблемах. Потому что ты ну просто образец солдатской дружбы. После взбучки, что я задал этому Проныре, он задумается о своих манерах. А я ведь, кстати, был прав. Рассказывайте свои пьяные истории в другом месте. Это говорит мне чувак, стоящий на скамейке. Уходи. Короче говоря, видите у него этот щит с гербом? У нас вот такой, то есть другой щит. Хотя он тоже импреский, но я не помню, чтобы он скорее не был. Ну-ка. О, умираю от любопытства. Что же вы мне скажете, Нордлин? Ничего, так часто стоим с щитами меряемся. У меня всего пара минут. Хотя, возможно, это какой-нибудь... Простите, сейчас нужно чихнуть. Какое занятое. Как это утомительно. Ой, вроде отпустило. Возвращайтесь к работе, и хватит меня беспокоить. Возможно, это какой-нибудь Нордский или Хенов. Знаешь какой. Но... Я так не думаю. Вы же видите, да, что они разные? Киловажные. Давайте поскорее с этим покончим. Не стоит волноваться. Ну и куда я вышел? Тут вообще такой лабиринт. Тянут. Блин. Это я вернулся туда, куда я вышел. Это не моя вина. Уверяю. Он просто упал. Я его даже почти не коснулся. На салт-стриме вообще такие корочные. Диалоги у стражников тут. Уходите. Я не хочу вам помогать. Но... Сами диалоги... В сам диалог он не вступает. Мне бы надо найти какого-нибудь главного. Желательного. Всё не так уж плохо. Я же ведь не кусаюсь. Ну, неплохо бы найти самого главного тут. Ну, где он? Я не узнаю. Снял бы хотя бы... На каком он этаже? Да. Она выглядит так, как будто ли вступалась в 8 июля. Она выглядит так, как будто ли вступалась в 8 июля. Так, диалога нету. Интересно, что она задумала? Диалога нету. Интересно, что она задумала? Нет. 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 Всё супер просто напутанно. Он взял. Окей, тогда поищем. Вот здесь идут в арсенале. Может быть, тут. Монетики. Хочешь пощупать моему суду? Присоединись к легиону. Чёрт возьми. Здесь воняет сильнее, чем в портянке моего детства. Вы это слышите, да? Хочешь пощупать мою мускулу? Что? Так, это куда движ? Пригородка. Если бы ты побрил ей ладони, она могла бы сойти за обезьянку. Вот это вот сундучки эти новенькие. Вот, кстати, ещё один сундучок. Прямо вот так вот стоит тут. И ещё один сундучок. В регионе похож на другого. Ну, блин, это же драйон, это арсенал, в принципе. Так и должно быть. Что-то я всё по перегородкам шаюсь. Найти хотя бы главного. Ну, то есть не хотя бы, а разговорчивого кого-нибудь. Ну, можно и в деревне в скалах про ВОУ хоть одно есть человеческое лицо. Я не знаю, а мне так от вас одни неприятности. Так вот, весь диалог у него есть, да, диалог. Отлично. Секрет какой-нибудь можешь нам сказать? Говорят, что... Блин. Охраны слишком много, они сразу все в голос пытаются лопить. И ещё раз чувствую. И ещё раз чувствую. И ещё раз чувствую. И ещё раз чувствую. Так, у них... Их тут только один диалог. Да, он завелся только на один диалог, остальные не срабатывают. Что за жизнь? Стражников слишком дофига тут. Так, еще мне нужно посмотреть... Кальдеру. Что это было? И... Интересно, а меня она слышит? Кальдере поспрашивайте. Теперь давайте попытаемся отсюда быстро как-нибудь выскользнуть на улицу. Хотя быстро, скорее всего, не получится. Нет, смотрите, быстро выскочили. Надо запомнить этот вход. Где он? Ага, он вот отсюда вот. То есть, диагональный вход почти дает доступ ко всем необходимым нам NPC-шкам, которые более-менее хотя бы разговарчивые. Это тоже помалкивает. Так, нам нужна кальдера. Кальдера. Кальдера, кальдера. Это значит... Наддоситонин. От нее в Балмору. Из Балморы. Через гильдию магов. Кстати, в гильдию магов тоже надо было проспрашивать маленькие секреты. Защит家 в Балмору. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошенькая идейка, как... Каким образом переделать... Ботинки ослепляющей скорости... Так, чтобы... Так, чтобы... Они были... Не такими... Бесполезными... Я вам сейчас эту... Эту схему тут объясню... Ну, то, что... Должно быть затенение при магии... Это, соответственно, да... Это, безусловно... Но это уже вопрос десятый... Главное тут не это... Главное тут... Та скорость... Та скорость, с которой... Они работают... Значит так... Если мы играем в муравинт... То... Там... Прибавка 200 к скорости... Выглядит... Вполне себе... Разумным... Вот, кстати... Сейчас будет... Это двойное перемещение... Там... В скрипте... Прямо так и написано... Что... Ну... В комментариях... К скрипту... Написано... Таким образом... То, что... Сначала мы... Перемещаемся... Вот сюда... Вот... То есть... Перед Кальдарей... Чтобы... У нас сместился... Чтобы сместилась... Именно сама карта... То есть... Мировое пространство... Только после этого... Вот сюда происходит... Второе перемещение... Ну... Разумеется... Я это дело... Всё... Поправлю... То есть... Будет... Примещение... Как бы... Таким же двойным... Да... Но оно будет... В затемении... Чтобы... У вас... Не напрягалось... Не напрягало... Это всё дело... А... Чего это я... Кстати... Пошёл-то... Опять... Вы... Надоели... Уже... Так... А... Что есть... По секретам... Говорит... Говорит со всеми... Вы не против? Говорит со всеми... Странно... Разговорит... Разговорит... Либо я чё-то неправильно понял... Либо мне нужно достигнуть четвёртого ранга... В гильдии... В гильдии... Чтобы у меня срабатывал... О да... Конечно... Диалог... Задавайте мне много вопросов... Одно из двух... Не знаю что именно... Либо ранг должен быть четвёртый у них... А у них его нету... Знаете... Диалоги... Ну короче говоря... Там... Какая... История... Ты умеешь доставать... Так... Пока что у них... У всех... Один... Один секрет... Чуть не сдохла... Красавица... Крышки у нас тут очень симпатичненькие... Да? Так вот... Я не закончил про сапоги слепляющей скорости... Если... Для... Моровинда... Скорость... Прибавка к скорости в 200 пунктов... Не выглядела... Через... Чур... С ряда вон выходящим... То тут... В скрине... Соответственно... Такая дикая скорость... Абсолютно нафиг не нужна... Поэтому... Что я предлагаю... Вы как бы со мной не спорьте... Но... По-моему... Это... На то и лучший вариант... Так... Я что прошёл это место? Ну... Конечно... Прошёл... Придётся возвращаться... Так вот... Когда мы берём сапоги слепляющей скоростью пельмени... 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 Скорость нашего персонажа... Она не будет прибавлять 200... Она будет прибавлять... Даже... Наверное... Не так лучше сказать... Она будет... Ну... Прибавлять ровно столько... Чтобы наша скорость была... Такая же как у Вервульфа... У Вервульфа я не знаю какая скорость... Там 150 может быть... Ну... То есть... Ну... Не знаю... Реально не знаю какая у него скорость... Но мы сделаем таким образом... Что вот... Скорость нашего персонажа будет... В ботинках ослепляющей скорости... Равна скорости Вервульфа... Вот... Вот... То есть такой... Нехитрый такой... Манёвр... Не надо париться... Ничего такого особенного... И в них будет... Прикольно бегать... Не надо слишком... Дикую скорость... Достаточно скорости Вервульфа... Она... Практически... Просто... Тоже дико... Так... Друзья мои... Вот в этой вот... Шахте... Ну... В одной из этих шахт... Тут есть... Шахтеры... Собственно говоря... Мы сюда и зашли... Чтобы посмотреть... Какие у них будут диалоги... Оставьте меня... Так... Вот... Стражник... Так... Это... Дело... Понятен... А вот... Шахтеры... Интересно, что он нам скажет... Ой... Блин... Какая печалька... У них нет секретиков... Возможно... 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 Шахта не та... А... Так это... Рабыня... Блин... Точно... Проходи... Нечто... Вот... Шахтер... Маленький секрет... Есть... Нет... Ну... Он... Выдаёт... Не тот... Неправильный... Какой-то... Секретик... Он... Он выдает нам... Общий секрет... А я думал... Он... Будет выдавать... Шахтерские... Именно... У них есть... Шахтерские... Диалоги... Печальненько... 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 Надо... Ещё будет... Сидеть... И обмозговать... Это всё дело... Так вот... Это... Тоже... Шахтер... Говорите... Да-да-да... Он... Выйдет... Общий... Диалог... Ну и где теперь выход? Скорее... Скорее... Захет длинный... Девочка, Сергей... Я уверена... Нет, это не шахтерский маленький секрет. Не понимаю, почему. Возможно, шахта не та. Но это только возможно. Возможно, нужна яичная шахта. А где вот такая вот яичная шахта найти? Вот это будет задачка сейчас. Даже стоит обкорить это дело. Где же может быть яичная шахта? Причём такая шахта, чтобы сразу же не разорвали на части. Давайте просто будем все подряд проверять. Может быть, какой-нибудь... ...услышим диалоги. ... ... ... Потом еще к Эшлендерам побежим и их будем делать и тоже проверять. Топорик, может быть, здесь? Шахты есть как минимум прямо по горизонту, прямо по горизонту, разве так это надо произносить? Шахты прямо по горизонту. Надеюсь, там есть живые шахтеры. Грибы, я уже сказал, я починю в этом обновлении. Вот эти все висящие тут. Надеюсь, тут нет, хотя нет, тут не должно быть никакой сумасшедшей. Удачи! 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 Вемя на Undertale! Удачи! Удачи! Кто? Мало-мало-мало. Надо ещё восстановление выносливости, восстановление здоровья. Тут очень жёсткие такие, ребята. Ещё главное висит этот дебаф от отрицания. На 12 секунд будет он висеть. Он же у нас из Михаиловских модов. Он достаточно мощный. Блин. Фух. Так, отлично. Что у меня там с нашим духом предков? А, он её убил. Отлично. Вот он. Чувак, да ты просто лучший. Ты просто лучший, да я тебя обниму, дружище. Давай вектоплазму сберём. Или что там у тебя, ничего нет. А живых тут работников, походу, и нет. Видите, как и зельки пригодились. И всё начинает уже мало-помало работать. Жалко только одно, то, что я забыл, где я встречал именно шахтёров. Скрипы бегают и помогают воевать. Скрипы бегают и помогают воевать. Так. Значит, в этом... В этом месте жопа. Ну, тогда побежим, поспайчем другу какую-нибудь шахту. Так. Ну, тогда... Так, куда это я бегу? Ага, шахты есть прямо по кроссу. Ну, тогда нам туда дорога, значит. С видом от первого лица бегаем. Погодка чудесная, просто такая блаженная, назвал ее. Такая благодатная. Ага, это вот эта шахта. Отличная шахта. Опять эти яйца их. Кстати, можно использовать модельки яиц колуса, вот вместо этой гадости. Вполне себе можно использовать. Так, ага, вижу, есть один. Сейчас его главное защитить от всех. Так, ага, вижу, есть один. Одного убили шахтера. Так, ну окей. Говорите, что хотели его родить. Да уж, гостеприимством, конечно. Покупаю торговцев и все, да. Значит, шахтерские у меня абсолютно точно не работают. Ну что ж, будем тогда разбираться, как заставить их работать. Я думаю, уже даже в лагере Ахмиузы не имеет никакого смысла бежать. Раз у меня и шахтерские не заработали. Раз даже шахтерские не заработали. Диалоги ТО, в лагерях Ахмиузы тоже не заработают. Надо их там все попеределывать будут. Ну, вот такой вот. Это был даже не стрим, это была, скорее, запись. Вот такие вот дела мои. Вот. 20-го числа я уже выпущу обновление. Вот, так что ждем всех. Все, всем спасибо. Всем пока. Кто досмотрел, кто досмотрел этот длинный видос. Пока. 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 Пока.